Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий Балашов на связи прямо сейчас. Геннадий Викторович, здравствуйте. Приветствую. Геннадий Викторович, ну, как бы два года уже. Два года уже. Два года без двух дней, да, условно, или там без дня, если так брать, по часам. И что-то как бы ни конца, ни края. Западная пресса, там, политико пишет со ссылкой на каких-то своих европейских дипломатов. Источников, да, что, в общем-то, Европа вроде уже как навоевалась и готова там к заморозке. С одной стороны. С другой стороны, политически непонятно, как к этому идти, потому что россияне идут вперед. Их надо останавливать. Как останавливать россиян? Переговорами. Переговорами. У нас нет другого пути, но, к сожалению, когда мы говорим, что маленький Советский Союз не победит большой Советский Союз, мы должны понимать, что этот маленький Советский Союз еще пытается уцелеть. Потому что подписание с Большим Советским Союзом любого соглашения мирного приведет к тому, что рухнет вся политическая надстройка этого маленького Советского Союза. И на сегодняшний день Украина демонстрирует, что общество, оказывается, которое жило много лет, больше 30 лет уже в независимой Украине, внутри себя сохраняло вот этот Совок, в который оно с удовольствием погрузилось. То есть подняв на вершину людей, которые склонны быть Совком, склонны управлять как диктаторскими методами, склонны порабощать своих граждан, бросать их на убой, не склонны жить по-европейски. Ну, говорю, европейская жизнь. Это уступки. Это цивилизационные уступки. Это сохранение жизни, сохранение собственной, сохранение порядка на территории. А сейчас, конечно, Украина демонстрирует, что недалеко общество отошло от российского. А в некоторых случаях сейчас даже ухудшилось в силу того, что ресурсов не хватает и вынуждены с вытянутой рукой ходить по всему миру. Единственное, что вот я вижу здесь положительно, что, наверное, все-таки все равно придется подписывать какое-то соглашение. Кому и с кем? С Россией. С Россией придется что-то подписывать. То ли это будет. У нас же были надежды еще на октябрь, я это пропагандировал, говорю, что война заходит в тупик, надо рыть траншеи, укрепляться и подписывать любое мирное соглашение. Да, будет временно оккупированная территория, но с этим люди живут и по 50 лет. Как та же самая Греция живет с оккупированной, та же самая Япония демонстрирует нормальную оккупацию Курил, не признавая это и не подписывая мирный договор до сих пор в стране. Многие страны в таком положении живут. Поэтому Украина могла бы явить собой верх гуманизма и все-таки идти на территориальные уступки временные, потому что через 50 лет, через 100, все равно мир меняется и территории не имеют такого значения. Имеют сейчас в мире, в нормальных странах это значение жители. Есть у вас вообще жители на территории страны или нет? И Украина сейчас демонстрирует потерю потенциала, потерю людей. Плюс еще это все осложняется тем, что самая низменная повлазила из руководителей, и они начали грабить эту страну как в последний раз. Слушайте, да нормально все, но это какое-то упадническое настроение, российское и ПСО. Вообще конфликт из Еленского за Лужным теперь Кириенко придумал. Нам официально объявили, вы же слышали, я думаю, встречалась информация. Смотрите, вот вроде как меньше украинцев, и они все как бы там не такие уже оптимистичные. А КМИС показывает, 73% готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно. Я думаю, что КМИС это все-таки тоже управляется старыми социологами. И их подходы, мне кажется, не соответствуют реалиям. То есть заданы вопросы кому, где, по телефону, а не учитывается фактор страха, что сейчас посеян страх уже среди населения, и люди боятся отвечать. И что они лучше поддержат Зеленского, чем ответят правду, как они живут. И потом война, она ведь общество как племя сплачивает. Вокруг кого? Ну, вокруг единственного вождя. Поэтому мы сегодня должны наблюдать, что это искаженное войной мнение граждан. Не думаю, что они довольны своим бытием. А если они и дальше будут разбираться, сейчас же все списывается на войну, да? Что Путин виноват, война. А забывают совершенно, и люди не думают об этом. А собственное правительство вас грабит. А собственные военкомы вас продают тела. Вот последняя находка. Миллион долларов организовали схему откупа. То есть мы погрузились в какое-то средневековье, и ловлю рабов, бросание их на штурмы, и откуп. То есть откуп нелегальный. И на это все происходит, я удивлен знаешь чему. Я никогда не мог подумать, что так быстро мы можем схватиться в средневековье. Хотя во времена Майдана я это наблюдал, и меня это страшило. Когда весь Киев сошел с ума, и все перешли на баррикадное проживание. Погодите, вы же сторонник Майдана. Я сторонник Майдана, но я тогда наблюдал в том плане, что насколько быстро общество погружается в этот мрак. Как быстро мы привыкаем к военной форме. Я помню даже, когда Майдан закончился, уже Янукович сбежал. Правильно, что его выгнали. Но ситуация такая, что люди не хотели уходить с Майдана. А дальше начало происходить следующее. Что те, которые пришли, они по сути мало чем отличались от Януковича. В плане налогов, в плане взаимоотношения в бизнесе, в плане ограбления этого государства. В результате Януковичи вернулись. Те, которые служили Януковичу, верой и правдой, разграбляли при нем государство. Они вернулись. И сегодня шесть эффективных менеджеров в администрации президента, все Януковские. То есть антимайдан весь сидит. В полном составе, можно сказать. И управляет страной. И чего мы ждем? Да, мы читаем в книгах, в учебниках, в социальной психологии, что так происходит. Так всегда происходит во всем мире. И раб, уставший от свободы, возробщик требует цепей. И вот сегодня тот социологический опрос, который ты говоришь, раб, уставший от свободы, которая у нас была, опять требует себе несвободы. Этого самый совок живет, глубоко укоренился он. Поэтому сейчас назревает конфликт уже другого плана, мне кажется. Это Майдан против антимайдана. Повтор. Заход на третий раз. Я знаю, что ты был по ту сторону, я по эту сторону, но это не мешает нам общаться. Я не был ни по одной сторон, ни по ту, ни по другую. Приписывают паразиты? Нет, ну я за антимайдан никогда не выступал. А, значит, я не знаю, ложные сведения, извините. Тут дело как бы в рацио, да, там, что происходит. Потому что сейчас... Дикость. Острейшая фаза на передовой. Идут атаки, они как бы так продолжаются и на Купенском, и на Марьинском, опасностью Углидара, продолжение как бы атак в районе Авдеевки, Работина. Уже вовсю говорят об угрозе Запорожью и Днепру. Идет очень мощное психологическое давление, в том числе на население, на армию, на войска, на президент, на всех. А чего мы ждали, по сути? По большому счету, все мы заблуждались. Вот эти пресловутые 2-3 недели, вот эти пресловутые русские дураки, вот эти пресловутые шапка закидательства, и нам все помогут, и нам все дадут, нам дадут, но нам дадут на убийство, а не на мир. И проблема в том, что наши страны втянули в это все противостояние, а наши страны поддали этому. Я не уверен, что так уж радужно сейчас чувствует та же самая Россия, ведя войну с соседней страной. Тоже «Газпром» упал в цене в сто раз. Тоже будут и накапливаются усталость и проблемы. Лицо Медведева сдает ситуацию, что не так все хорошо, надо пить, много пить надо. Поэтому, ну, я же говорю, что поражает, конечно, когда ты сам участник этих опусканий в Средневековье. То есть отката назад. Тут все дивились, да, ну, когда через время рассматривали, а как это Германия погрузилась в нацизм? Погрузилась в концлагеря, нацизм, убийство, и распалила войну. А как это Украина погрузилась в то, что она сейчас себя представляет, в продажу людей, впускание их на мясо? У меня волосы зашевелились на голове, когда я услышал о Арахами. Он говорит, если дадут нам эти, как их, ракеты, оружие, мы меньше людей будем посылать. А если не дадут, то больше будем посылать и убивать. Я хочу услышать от этих правителей, у вас есть план любого мира? Вот любого мира. Плана «Б» для войска нет. Это фрагмент из Fox News, который мы услышали, ну, может быть, когда наша беседа будет доступна, уже появится полностью интервью, мы поймем, к чему это было сказано. Но это очень такой, рефреном, в общем, звучит вот эта фраза, что плана «Б» нет, боремся, воюем и двигаемся дальше. Мне хотелось бы верить, что план есть не у нас, а у западных союзников. Потому что на наших я и не рассчитываю, что у них есть какой-то план. И этот план у западных союзников чудовищный. То есть, де-факто, демонтировать советское государство. Украина. Де-факто, чтобы мы как бы начали с белого листа, на той территории, которая останется. А что такое с белого листа? А с белого листа, что наша конституция не работает, как показало. Наши органы власти... Нет, с белого листа это означает, надо выкинуть конституцию. Если мы выкинули конституцию... Переучредить государство. То это государство переучреждается по всем основным позициям государства. Нам надо переучреждать государство. И территориальному в том числе. Может, и держится власть за эту территорию, потому что власть дает не конституция, точнее как, не столько конституция, сколько вот это как раз и территория? Конституция сохраняет порядок и дает возможность людям туда смотреть. Это можно, а это нельзя. А когда конституция не работает, или когда конституционный орган подчинен администрации президента, и все силовые органы назначаются администрацией президента и лично президентом, мы подпадаем под власть одного человека. У нас не включены ограничители. В этой конституции оказалось, нет ограничителей для узурпации власти, как их не оказалось и в России. Узурпации власти и в Белоруссии. То есть мы видим эти все совки склонны узурпировать власть. Ну а я просто, для меня образцом является единственная страна, которая прошла этот период узурпации власти и вышла более-менее из него. Это Грузия. Но это закончилось посадкой президента Грузии, это закончилось тем, что де-факто отстранили всех реформаторов от власти. де-факто вот они переучредили свое государство. Там президентский пост перестал быть доминирующим. Там действительно стала парламентская, президентская республика. И это стало понятно для всех. И на сегодняшний день Грузию не трясет, и никто власть узурпировать не может. Все должны договариваться. В нашем же случае вот эта старая конституция, она склонна к узурпации власти. И когда пришел человек без тормозов, склонный узурпировать власти, я имею в виду Зеленского, он ее узурпировал. Точно так же, как узурпировал ее Путин или точно так же, как Лукашенко. И я боюсь, что он ее отдавать не собирается. Ему наплевать на конституцию. Теперь можно продлевать военное положение и воевать до царя Панька. Это же еще одна из причин войны, или продолжающейся войны. Что если он отменит военное положение, надо идти на выборы, он их проиграет. Сто процентов проиграет. А почему вы так думаете? Почему он проиграет? Ну вот тоже, понимаете, в чем дело? Вот мы так, вот, вот там, а может выиграет. А что он должен проиграть? Вот смотрите, 40 с чем-то процентов, 46, по-моему, как бы за то, чтобы он шел на второй срок. По тому же вопросу, к мисс. Во-первых, есть уже политик, который превышает его по доверию. Это заложный. Сегодня есть мощные силы, которые изгнаны из власти, на сегодняшний день они стремятся вернуться. В-третьих, когда я смотрю на грузинский вариант, казалось, за 9 лет правления Саакашвили его режиму никто не угрожал. Он узурпировал власть, он захватил телевидение, он в тюрьмах задушил всю оппозицию. Кандидат в президенты в изгнании был, Иванишвили. Но общество посчитало, что нет. И свободно проведенные выборы выгнали Саакашвили с высшего поста. И всех реформаторов из страны. Потому что им вспомнили ограбление своей страны. Им вспомнили всех, кого они полапили. Всех, кого они пытали. То есть им не просили узурпацию власти. На сегодняшний день Зеленскому тоже не простят узурпацию власти. Народ прозреет рано или поздно, куда приводит власть одного человека. Безграничная. Она развращает безграничное. И сегодня мы видим этих военкомов, миллионеров. Сегодня мы видим власть имущих с земельными делянками, там, каких-то немыслимых количеств. И мы видим обнищалых людей, обнищалых предпринимателей. Вопрос, что будет что производить. Никто. Вот эти вот военкомы и будут вам производить. И менты будут производить. И прокуроры будут производить. Только они бумажки производят. Больше ничего. И когда в бюджете закончатся деньги, это единственный спасательный круг, чтобы в нашем государстве закончились нахрен деньги у государства. Чтобы оно начало сокращаться. Вот яркий пример Милея, аргентинского, которого там не любят очень мировое зло, демократы, за то, что он сократил половину государственного аппарата. То есть 50% министерства он тупо закрыл. Но впервые Милея, оказывается, сформировал бездефицитный бюджет в Аргентине. По-моему, это было впервые за 100 лет. То есть оказывается, когда нету 50% дармоедов, жизнь налаживаться начинает. И бюджет бездефицитный. И вот мы с вниманием смотрим, где первый либертарианец правит в стране. И как он ломает коррумпированные системы. Каким путем? Путем отсечения от государственной власти лишних чиновников. Сегодня у нас чиновников только размножилось. Комиссии размножилось. Все дерутся со всеми. Все воюют со всеми. И это все исходит из одной головы. Я тоже искал, кто корень этого всего. Из одной головы. Головы Зеленского. Там бардак. Полнейший. Он не знает никуда идти, ни что идти. У него только жажда на жертву. И страх потеряет власть. Все. Ну там как-то нет территориальной целостности в этих двух позициях, которые вы сказали. Границ 91-го года и все. Почему не договаривается Зеленский? Как вам кажется? Ведь он готов был в самом начале. Потому что надо удерживать власть. Любой договор с Путиным это его уход из власти. Взять на себя непопулярные решения. Взять на себя самый большой позор на сцене. Но ты вышел на сцену с плохой ролью и ты будешь опозорен. В данной ситуации ему предлагают из костюма Черчилля и Наполеона переодеться в костюм с белым флагом. Сдаваться. И он не хочет эту роль брать. Он актер. Мы что? Будем ждать, пока актер примет какое-то решение и придумает себе трагическую роль кого? Ну максимум, что он придумает себе роль беженца из этой страны. Мы уперлись в роль личности в истории. Сказал Балашов, который фактически является беженцем из страны. Ну как? Интересно. 60 лет получить 7 уголовных дел просто высосали из пальцев. И я тогда в 21 году говорил, что все, произошел переворот. А какой переворот? Что теперь любой человек, у которого есть деньги, у него будут их забирать. И забирать их будут по беспределу. Все мои 7 уголовных дел рано или поздно закроются и развалятся. Там нет событий преступления. Но это не мешало меня запихать в тюрьму и заставлять меня что-нибудь отписать. Единственное, что я уперся. 90% не упираются, а расплачиваются. Вот что произошло. Когда Зеленский привел к власти людей Януковича, прокуроров Януковича, ментов Януковича, когда все это упирается естественным образом пришло в тот же самый парус, где мешками носят денег, как сказал генерал, бригадный генерал Наумов, который занимался контролем за этими мешками. И когда ему не дали, наверное, какой-то мешок, он решил сдать всю малину. Геннадий Викторович, так от чего мы хотим? Ну, я просто... От чего мы хотим от власти украинской, от Зеленского, от команды Мэнчера? Она свалила. Нет, ну погодите. Меня спрашивают. Вы помните... Чтобы она свалила. Нет, вы помните, там все так... Ну, кто-то удивился, кто-то рукоплескал, когда Зеленский обматерил Путина. Ну, так вот, пожалуйста, сейчас Байден делает то же самое. Сукин сын, говорит, на Путина. А все переполошились, тут ему отвечает, вылезая из самолета, вот этого ту, на котором он катался полчаса, говорит. Это вот благодарность такая, что я, собственно, в одном из интервью сказал, что Байден лучший для России вариант, лучший кандидат. А вот так вот отблагодарил, сукиным сыном назвал, так съединичал Путин. Вы видите, какая риторика? Ну, я не помню такой. Может быть, я, конечно, недостаточно погружен в историю такой риторики во времена Черчилля и других, на кого хотят равняться. Любой маньяк прячется за маску лицедейства. Мы видим реакцию маньяка на самом деле. Человек, который не только узурпировался, убивает украинцев в огромном количестве и своих сограждан тоже, разоряя свою страну. И он дошел до состояния типичного маньяка. И поэтому прячется за маской лицедейства. Я думаю, что он не понимает, что он творит. У него там какая-то миссия в голове сидит. Он строит от Рюриков до Богдана Хмельницкого, чего-то там. Он летает на ядерной боеголовке. Он угрожает всему миру. Он ровня. И он упивается тем, что он противный. Вот есть, знаешь, в каждом дворе есть противный мальчик, которого все бьют, все не хотят с ним дружить. Он вечно грязный, вечно сует свой нос. Вот мне кажется, Путин сейчас это вот такой маньяк, которого никто в мире уже видеть и слышать не хочет. И который еще и угрожает ядерным оружием всего миру подпалить. И он упивается тем, какой он... Какая скотина. Посмотрите, я еще больше скотиной могу быть. А вы думаете, что это все во мне скотское вылезло? Поэтому у Байдена естественная реакция взрослого человека. Сукин сын. Натуральный сукин сын. И правильно он его назвал сукин сыном. Убийцей. И мы должны... К нему же подключить. И россияне должны понять, что ими управляет сукин сын и убийца. Никакого величия нации русской нету на сегодняшний день в мире. Но американская есть. Презирают страну. Американская есть. Я среди американцев вижу, как они живут. Как живет нижний класс, я вижу. Что они себе дома по миллиону долларов покупают и живут счастливо. Да, это тяжелая страна для зарабатывания денег. Но здесь денег невероятно много. И когда распространяют небылицы в России или где-то, что ой, там что-то там геи ходят. А ты еще найди здесь этих геев. Есть специальные тут парки для геев, где они гуляют. И все. А так вообще очень устойчивые семейные связи у американцев. Да, избирательная компания, да, на весь мир за ними следит. А что, за Москвой весь мир следит? С какой позиции? Америка там спутники запускает, Америка роботов делает, Америка, Маск там у них сидит, там миллиардеров невероятное количество. Впереди планеты всей. А чем славна Россия, матушка? Маньяком Путиным, маньяком Брежневым, маньяком Сталиным. И череда маньяков. Сейчас уже сравнивают Путина с Иваном, там, четвертым, маньяком. Он в Казань поехал завоевывать. Казань брал. Брал, да. В Казани же и летал, и игры открывал, да. Мы все оказались в плену, что наше общество продуцирует маньяков. Что наша конституция и наше общество допускает узурпацию власти. В России узурпировали власть, это привело к войне, чуть ли к мировой не приведет. В Белоруссии маньяк сидит на русских деньгах и тоже ни в что несет. И у нас очутился маньяк. То же самое. То есть, ты же видишь, что у нас советское общество. И ясно, что Украину тоже надо переучредить, чтобы мы перестали быть совком. Совковой или постсовковой конституцией. Как мы перестанем быть совком, когда сейчас непосредственно люди, которые тоже, они с того времени, ну вот вам 60 лет. Умираем. Сырскому почти 60 лет. Умираем. Поколение уходит. Сейчас уходит наше поколение, которое подвезло нападению следующего поколения. Условно говоря, конфликт отцов и детей. Дети 90-х, сироты. Когда вот этот беспорядок творился в стране, распадали семьи и очень много сирот образовалось. Это еще эхо той войны, когда сироты все время на этой территории возникали, не хватало. Дети, воспитанные матерью. Мы же, если проследим, сиротская доля в какой-то степени Путина первых там семи лет жизни, пока его не отправили в Ленинград. Сиротская доля Лукашенко, сиротинушка без отца вырос. Полусиротская доля Зеленского. Папа на заработках где-то вышкается, а мама настраивать его против папы, чтобы... И отсюда конфликт с отцом. Вот этот Эдипов комплекс, я выпустил передачу про царя Эдипа, как он повлиял на все это. Саакашвили, сиротка. И мы, получается, что попали в лапы сироток, которые разрушают семью, разрушают страну. Я очень люблю эту вашу теорию, вы знаете, да? Но давайте будем откровенны. Ну, а после этой войны сколько сирот? И еще добавятся. Сколько разрушенных судеб, сколько людей выгнали из дома, сколько людей никогда домой уже не вернется, даже если останутся живы. А калеки? Тысячу. лет война на этой территории. Это же о чем-то говорит. Она, конечно, когда-то закончится, когда-то хватит ресурсов и у Европы, и у Америки, чтобы все-таки зайти на эту территорию. Но мы видим, как тяжело распадается империя. Вот в 29-м году империи Советского Союза грянет 84 года. Третье поколение. То есть все. Они тоже прекращают свое существование как империя. Если Россия не переродится в нечто другое, как все остальные империи, в мягкие империи они уже перерождались, а в такой жесткой форме она тоже не имеет будущего. Современные города, современные страны, они не могут управляться одним человеком по 20 лет. В силу того, что он технологически отстает. Когда ты говоришь, вот идет смена поколений, к сожалению, за мной, за нами, может быть, мы этого не допоминали, и идут наши дети, которые оказались все в конфликте с отцом. Причем в мощнейшем конфликте. И, естественно, они как себя ведут? Захватить рычаги власти и всех грабить. Это оттуда, с 90-х, паханы. Почему сейчас внуки, дети работников НКГД и КГБ на властных коридорах сидят? Ну, наверное, не случайно, передача какая-то семейная произошла, связи, возможности, стыковки особого режима этих детей. А это все совок, поэтому они стараются сохранить совок. И Зеленский сохраняет совок на самом деле, устроив такая политбюро из шести человек, эффективных менеджеров. Где он сидит? В структуре ЦК, КПУ Украины. Он прям там сидит. Его надо удалить оттуда. Я же говорю, что не должно быть администрации президента вовсе. Вопрос не в том, чтобы их всех структуры такой не должно быть. Потому что это приводит к узурпации власти. Что интересно тоже, да, империя. Ну, вот что показала граница с Польшей сейчас? Там такие же люди, такие же поляки, с такими же амбициями. Также подвешивают игрушечных свинок, флаги вешают, призывы к Путину разобраться с Украиной. Тоже ожесточенные боевые фермеры. Ну да, пока к ним война не пришла. Они могут так себя вести, у них все хорошо, но когда мы смотрим в корень проблемы, не надо поверхностно смотреть, что поляки, там, словаки выходят и возмущаются поведением наших зернотрейлеров. А если мы проанализируем всю цепочку, что это цепочка коррупции под крышей государства по ограблению, в том числе Украины, ведь при помощи этих зерновых сделок грабится бюджет Украины, все эти зернотрейдеры скупают за бесценок это зерно у крестьян за полцены, вывозят его и получают возврат НДС от 20%. Конечно, они будут давить на рынок. Конечно, оно не просто дешевое зерно, оно дармовое де-факто вывозится. И, конечно же, поляки видят это дармовое зерно. Это не рынок. Это государство порочное, которое возвращает налог на добавленную стоимость во время войны зернотрейдеров. То есть, де-факто, скупчиком зерна возвращается 20% после вывоза. Поэтому Зеленский лично занимается этим. Потому что его дефективные менеджеры его накрутили в эту сторону и говорят, ну ты спасай державу, у нас зерно, валютная выручка. Какая валютная выручка? А там все идет из бюджета 20% этим зернотрейдерам. И поляки, да, возмущаются. Они будут возмущаться. И когда Украина присоединится к Европейскому Союзу, когда они перестанут вообще выращивать пшеницу, потому что поля откроются украинские. Да, это естественный процесс. Всегда люди, занятые в сырьевом бизнесе, боятся пришлых. А пришлых там много? С востока идет. И зерно пришлое, и еще товары пришлые появятся. гривна. Я же говорю, что кто-то решает этот вопрос в корне, потому что беда с НДСом и коррупцией на НДС. Беда в том, что вся коррупционная машина сидит на НДСе. Когда сейчас уже вылазят сведения, что... Так они в Монако все эти Януковские сидят и руководят налоговой. В охту. Все на НДСе. Таможня, НДС и что еще? Ну и просто грабеж уголовными делами. Ну и гривна. Это уже народ начали. Это уже начали пенсионеров грабить. То есть они уже подошли к тупику. Кто у нас последний остался вообще в трусах? Давайте их снимем. Это уже гривна. Потому что ты до пенсионера не доберешься, он хозяйственной деятельности особо не ведет, у него там подножный корм какой-то есть, он как-то функционирует, но через банковскую систему в его накопление можно залезть. То есть опустить гривну. И все. И опять сиди в той банковской порочной системе загоняй в тупик государства, которое загоняется в тупик нашим национальным банкам. А я уже не говорю о том, что сейчас еще хотят рассекретить счета. Да они и так не особо секретные. Я тебе скажу, что в суде прокурору ничего не помешало встать и зачитать весь список моих трат с монобанков. А на вопрос адвоката откуда у вас эти сведения, он говорит, это копии. То есть монобанк взял копии всех моих расчетов и отдал прокуратуре. Без всякого запроса. Без всякого закона. Распечатку сделал. Это не вещдок, это не может быть использовано в суде, но можно встать и зачитать. Понимаю? Банковская тайна. Так и так нет. Так что грядут, я все равно люблю верить в лучшее, что когда мы дойдем окончательно до тупика, мы все равно эту власть будем сносить. И я уверен, что Майдан победит антимайдан. Потому что контрмайдан произошел де-факто, теперь расправиться должны с контровиками, эффективными менеджерами. Ну, тогда о войне давайте поговорим. На Киев россияне пойдут или нет? Одни говорят, что вполне вероятно и только так. Есть возможность стратегически что-то изменить, хотя бы там двинуться в сторону Киева, и тогда уже сразу начнется абсолютно другая ситуация, и это действительно как-то повлияет на ускорение событий. Имеется ввиду тех же переговоров, договоренностей, всяких жестов, ну и так далее, то, что было два года назад весной. Другие говорят, что это ипсо врага. Но сейчас вообще очень сложно говорить что-либо, потому что куда ни плюнь везде ипсо. Если в целом оценивать психологическое состояние народа, Украины, властей, то похоже на то, что идет беспрецедентное психологическое давление, а также давление на фронте, на то, чтобы Украина быстрее пошла на уступки. То есть усадить за стол переговор. Поэтому если с этой точки зрения рассматривать, то еще много будет слухов где-то нападения, а возможно даже имитации нападения. Ну выгодно же России растянуть фронт. У нас сил поменьше. Поэтому они будут это все делать, но думаю, что в планах Кремля все-таки закрепление на тех территориях, которые он взял, захватить как можно больше территорий и все-таки сесть за стол переговор. Потому что война вытягивает ресурсы нас. Нас вообще убивает, а с них все равно вытягивает ресурсы. Поэтому рано или поздно она остановится, иссякнет. Мы говорили, Путин остановится не тогда, когда мы ему будем угрожать всем миром, а когда он иссякнет. Будем надеяться, что он иссякнет. Будем. Вы в прошлую нашу встречу говорили, что нас спасет заложный. Ни слуху, ни духу от заложного. Как был, так и не стало его. Изредка безуглая вспоминает. Ну и какие-то там фотографии абсолютно такие появляются. А мы вернемся к нашей сказке. Там же третий акт, когда его по-братымы шесть эффективных менеджеров оставили в яме. Вот он сейчас в яме. А, заложный сейчас в яме. Да, он в этой яме, из которой они его предлагали обмануть на веревочке вытянуть, но собирались бросить. Он каменем привязал, они вытащили камень, заложного нет. Они его обокрали на победу. Они у него, как они думают, забрали все. Но политтехнологи правильно сейчас работают с тем же самым заложным. Я думаю, что он готовится к полету. Сейчас он там кулуарно. Я даже думаю, что он будет флагманом майдановских сил по сносу антимайданов. Шести эффективных менеджеров. Так что этот флагман готовится. Пока еще сокола нет, который его вынесет. Гигантская птица, которая должна его вынести, и он накажет этих шесть эффективных менеджеров. Поэтому сейчас этап ожидания. Можно сказать, что заложный находится на консервации. Прямо по сказке все идет. Ты не можешь. Я же говорю, что если в сказке свершается одно предательство, второе предательство, третье предательство, он в яме, он вылетит оттуда. Следующий этап. Вылетит тогда, когда военное положение отменят, и сразу полетит. Потому что выборы надо будет проводить. Как вам кажется, то, что объявлено на 25-е число, что называется неким честным разговором большой пресс-конференции и Зеленского, и не только Зеленского, а вот там разных, скажем так, фигур, я так понимаю, топовых фигур украинских и военных, и политика, ну, в общем, руководство. Это зачем? Голова Зеленского не подвластна аналитике. Я думаю, для пиара, для видосика. Соберем все, всем миром, для возложения ответственности на других. Или друг на друга. Ну, или друг на друга, на вот эту... На других, не на Зеленского. То есть, надо на кого-то возложить. Какие-то объявления будут сделаны, возможно, будет даже заброшена мысль о том, а не пора ли как-то идти на уступки, сил нету, потому что где-то в воздухе это витает постоянно. Мы говорим о том, что нет ресурсов, нет денег, нет людских ресурсов. То есть, просто люди на улице закончатся, вот, и все. Потому что сейчас уже народ перешел в глухую оборону от ТЦК. Я думаю, что только перекладывание ответственности и видосик, типа, как это, подача этому марафону. Все плохо, но мы сильны, как никогда. Вот теперь мы осознали, что будет вот. Ну вот теперь-то мы пойдем. Ну вот сейчас-то уж, поэтому все предыдущее было подготовкой к вот этому. Ну вот примерно в таких чертах они будут встречаться. Потому что я от слух народа и от Зеленского уже правды давно не слышал. И ее не будет. Здесь ужас-то заключается в том, что они больше не говорят никогда правду никакую. И у них беспрецедентное сейчас давление финансовое идет. у них беспрецедентное давление идет на то, что меняйте законы. Вот закон по БЭП буквально пишут письма всем, кроме Зеленского. Вот всем письма написали руководителям страны, что принимайте закон по БЭП и не перестаньте его саботировать администрации президента. А Зеленскому даже не написали. То есть они понимают, что не он, судя по всему, уже принимает даже решение. типа руководит всем, но как-то ему так наушничают, но он принимает решение вот этой гадкой шестерки. Как вам кажется, ну одни говорят 31 марта, другие 21 мая, да и Зеленский говорил, что есть информация, что россияне будут дестабилизировать парламент до 21 мая на теме легитимности, когда целыми фракциями будут саботировать работу и разваливать наше единство и власть и вообще все происходящее. Это вот нечто подобное, что Зеленский говорил в конце осени про Майдан-3? Это такая работа на упреждение или как бы или действительно парламент может резко выскочить из этой тройки властей и там опоры какой-то Зеленского? Вообще эти вот все заявления они нацелены на одно, на запугивание общества. В любой момент СБУ может обвинить любого блогера или любого гражданина в ИПСО подыгрывать русским. На самом деле страна же не от того, что там Путин что-то там страна разваливается изнутри государства. То есть она попала в неуправляемую турбуленцию. Все. То есть на сегодняшний день нет руководителя государства. На сегодняшний день есть грабители государства во время войны. Можно сказать мародеры государства. Ну а как еще назвать слух народа, у которых за 22-й год образовалось тысяча делянок земли? Это же на чем они нажили? Или как назвать военком, у которого миллион долларов нашли и расписки, за что он брал деньги? Как назвать людей, которые вывозят эшелонами деньги из Украины во время войны? То есть власть имущим на сегодняшний день удобно грабит людей. Поэтому они будут это оправдывать всеми силами и запугивать. Потому что следующий этап такого положения это массовое запугивание. По сути мы идем путем России. Он блогеров сажает, сажает. А что нашим не сажать? Они же все там доходы получали. Ну налоговая придет, посмотрит доходы. Уже сажать можно. Так что нас ждет еще большее запугивание. Закручивание Гая. Но мы это уже все наблюдали. Перед падением Януковича началось сильное закручивание Гая. Очень сильное закручивание Гая. И они дошли до того, что решили побить еще и студентов. Ну так, показать уже так, матерам. А думаете, тоже где-то покажут матерам. Саакашвили пошел тем же путем, разгоняя студенческий митинг. Там погиб, по-моему, студент у него. И это не могли простить. То есть, рано или поздно они перейдут межу украинскую мову. Вот мы ждем, когда они перейдут межу. Тут же тоже все можно списать на врага, на русских, на противника, на агрессора. То есть, тут тоже очень такое двоякое впечатление производят ваши слова. Любое. Вот все, что угодно. И это все будет выгодно российской стороне, потому что ей выгодно как бы дестабилизировать нас, как жертву агрессии. Поэтому можно делать, что хочешь. Да, они там прекрасно справляются через своих, наверное, агентов. Потому что иначе, как работа агентов, я не могу назвать блокирование 40-50% налоговых накладных по НДСу. Я не могу назвать иначе, как попыткой развалить государство работу на сегодняшний день ДБР, БЭП и СБУ, которые кошмарят бизнес каждый день. Невозможно дестабилизировать страну больше, чем ее дестабилизирует наш национальный банк. С учетной ставкой в 20-22%, 16%, неважно. Это не работающая экономика. Невозможно больше дестабилизировать страну как действия правительства по ужесточению таможенного контроля. То есть они все уже дестабилизировали, уже никто ничего не работает, никто никуда не идет. А даже сами разговоры про новый закон о мобилизации приводят к тому, что люди из подвала работают. Уже заранее попрятались. И все, не ходят на работу. Сейчас опасно идти в офис. Тебя могут поймать на улице и отвезти в кутузку и потребуют деньги. Тут же звонок жене. Ваш сын, ваш внук, ваш там кто там у нас, привозите денежку и мы вам его отдадим. Это же вообще что? Как можно больше дестабилизировать ситуацию в стране по накалу? Если мы видим в троллейбусах и автобусах вот этих мужиков, которые тянут и на них кричащих баб. Невозможно больше. Это все ипсо. Ипсо. Абсолютно. Что делать с мобилизацией? Проголосуют, как вам кажется? Я думаю, не скоро, потому что 2000 правок, а будет, наверное, еще больше. Я думаю, что и встреча с депутатами была отчасти для того, чтобы как-то увидеть настроение. Потому что депутаты начали, вот то, что мы, по-моему, полгода назад говорили, они начали некоторые законы примерять на себя уже. То есть, они понимают, что конец близок, что рано или поздно они перестанут быть депутатами, и вот этот закон, который они примут, будет для них тоже. И неизвестно, куда они отправятся после того, как перестанут быть депутатами. И вообще, любой человек, вылетевший сейчас из власти, неизвестно, где он окажется. Его могут отправить куда угодно. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь на Балашова, следите за его прямыми эфирами, выступлениями и, конечно, общением со зрителями. Поставьте лайк этому видео, пожалуйста, и напишите в комментариях, что думаете. Ну вот, в финале, Геннадий Викторович, я хотел бы, чтобы все-таки, понимая, что два года это все равно, как ни крути, не просто там определенная дата, да, и поехали, перешагнули дальше. Ну, мол, что означает, там, например, 22 июня 42 года, да, там, или там, 43 года, такого аж нет, такой же нет даты в истории, вот там, войны, которая там называлась, ну, и у вас в юности, и у меня в юности Великой Отечественной, ну, а потом начала называться как-то по-другому, то есть, смотрите, вот все равно же нужно сделать какие-то выводы, чтобы понять, а можно было, ну, чтобы не было этой войны, как вы думаете? Да, перестать выбирать или провоцировать законами появление маньяков, должны быть ограничения цивилизационные накинуты, разделение властей, по сути, демократических государств, оно и создано для того, чтобы маньяки не задерживались в власти, вот там в Америке это 4 года срок, потом опять иди выбирайся, еще 4 года, и это вот непрерывное избрание новых людей приводит к тому, что дурак, конечно, может во власть попасть, но не задержится там больше одного срока, как бы и нам надо переходить как можно быстрее переставать быть совком, за то, что начал делать сейчас Зеленский с зелеными, он пытается пролонгировать свою власть совковыми методами, продлением своего функционирования, и ссылается на то, что выборы невозможно провести, возможно, все возможно провести и в воюющей стране, не надо выдумывать, даже в окопах можно собирать бюллетени, у нас в конце концов есть министерство цифровой информации, которую можно даже цифрой проголосовать, через банковскую систему. Все заняты другим, все заняты как-то морской бой, сейчас такая масштабная акция по всем телеграм-каналам, там банки, Федоров, в общем, все собирают на дроны морские, мол, какая-то будет такая атака. Я, если честно, когда посмотрел ролик, я думал, что будет сегодня, 22-е анонсировали, да, вот, я думал, что он точно будет к 24-м, они только деньги собирают, ну, поэтому тут тоже такой момент. Сейчас все заняты сбором денег, это такая национальная игра соберет деньги с нищих людей. Непонятно, кто сдает, правда, ничего не работает, как люди вообще собирают деньги, для меня это большая загадка. Деньги находят вообще, потому что все стоит. Как сказала старшее поколение, война приходит, но она уже никогда не уйдет. То есть, даже когда она закончится, она из нашей судьбы уже с тобой не уйдет. Она будет с нами до конца наших дней. А что мы передадим детям, мы рассказы передадим. И через три поколения, возможно, кто-то опять захочет повоевать. По сути, Путин родился сразу после войны, практически, ему вот захотелось повоевать. Потому что войны он не нюхал и не знает, что такое война. А те, кто воевали, те, кто был на войне, никогда бы войну не развязали. Геннадий Балашов, да, был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. И вам удачи. Берегите себя, друзья, всем добра и света. Увидимся.